Я снова позвал шесть стримеров к себе в класс, чтобы они отвечали на вопросы, на логику. Тот, кто ответит на большее количество вопросов... Я тогда выиграл кста. Уже-то. Ну, я имею в виду, когда смотрел прошлое видео подобное, когда там было, там, братишкин был, опять бустер. Почему опять здесь, непонятно, да? Я тогда выиграл. Я тогда правильно на вопросы ответил. Очень хороший приз. А кто намерен? Если бы я был там, я бы победил. Слушай, наказание. Да бля... Давай сразу, давай, вот без приколов, без всей этой хуйни, давай сразу. Третья часть стримера отвечает на вопросы. Господи, блядь. Баланкина, это что такое, я не пойму понять. Друзья, значит, сегодня у нас с вами будет... Ну, можно тишину поймать. Жужу и крич. И что? Ты кто-то разговариваешь? А ты что, смотрел фильм? Я спойлер. Его роли... Тон там, как-то... Учителя, перебивайте уважение в классе. Ну, это... Ну, давайте начнем. Вы вот это видели? Ого! Бузиная палочка. Трустенькая у тебя. Самая... 500 метров 15. Короче, друзья, сегодня будет 19 вопросов. Берникова, я не понял, почему. А, бля... 10 из которых нужно выбрать, правда это или нет. Будет определён... А знаем, мы уже правила давай уже. А заебал, учитель давай уже. А чё? Балять. А. И вопросы будут... Того будет ебать. Всех баллов? Будет ебать. Нихера. Правда. Пиздёц, они, чё так долго? Я быстрой осень. Ответили уже? Итак, друзья, вопрос первый. Самое главное в этой игре не только как правильно отвечать, но насколько быстро. То есть за быстроту также будет начитываться... Давай, 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 я уже готов. Я быстрой осень. Всё понятно. Зачем скипать? Потому что там ничего интересного. Так, друзья, самый умный, стример 3. Профессор Дамблдар. Итак, что первоначально публиковалось в книге рекорда Гиннесс? Редкие растения, редкие животные, открытие учёных или проверенные научные факты? Открытие учёных, нет. Ответь, ай. Гарри, если ты не выиграешь сегодня, я тебя вейбл. Чё я, блядь? Сука, я так и хотел. Я так и хотел. Я выбрал третий, говорю, я сказал нет, потому что я хотел выбрать четвёртый вариант. Сука, блядь, ладно. Адабра, адабру, ебаные. Первоначальная книга рекордов Гиннесса включала проверенные научные факты, собранные братьями Маку... Мак, блядь. Макуайртерами. Но со временем в книге стал появляться всё больше странных и экстравагантных достижений. Я начал сомневаться, я засомневался, я думаю, не, ну это же бред, правильно, какие учёные. Ой, нюхуя себе. Вопрос следующий. Какой металл, что... Какой металл считается самым в тяжёлом мире? Четыре варианта ответа. Твоя мама. А, сменец, тита... Чё? Пусть титан будет. Осмий или кальций. Вопросы для кореша, для самых тупых. Это вы, ботаник. Твой, я тупой. Чё, не правда, ты... Блядь, какой нахуй Осмий, что это вообще? Ну, вы реальные тупицы. Жесть. Не знать, профессор Дамбардов, вы самый лучший. Не знать то, что Осмий самый тяжёлый, это... Я вообще впервые слышу о том, что такое Осмий, блядь, что это металл какой-то. Осмий является самым тяжёлым по плотности металла. На этот титул также претендует Иридий. На этот счёт ведутся споры, но всё же Осмий удерживает позицию. Вопрос следующий, третий. Также четыре варианта ответов. Кто подарил статую свободы США? Ой, я не то нажала. А, или... Германия, Бенге, Франция или Россия? Да я даже не успел ответить-то, блядь. Я только хотел сказать Франция. О, боже. Блядь, все отгадались, сука. Ну и точно, ну и какая Россия? Статую была поручена французскому скульптору Фредерико Агюсту Барта. Блядь, да чё ж так сложно? Фредерико Агюсту Барта. Задумывалась она как подарок к 100-летнему юбилею Декларации о независимости в 1876 году. А вы, кстати, видели, как первоначально выглядела статуя свободы? Из-за коррозии металла она стала такой, какой мы её сейчас знаем. Здесь, пожалуйста... А я увидел, кстати, издалека. Можно выйти? Зачем? Мне надо выйти в туалет. Нет. А вы не имеете права меня ограничивать. Это что за хуйня вообще в классе? Я не могу понять. Согласен, согласен, профессион Далл Болдер. Можно выйти? Ну, можно, да. Если он вышел, он уже не вернётся, поверьте мне. Посмотрите в него в лицо, блядь. А кто не там? Итак, все получают баллы. Соответственно, Жожа впереди всех, наверное. Да, потому что я умнее вас тупым. А вы чё, реально в туалет, что ли ходили? Вопрос номер 4. Почему фламинго розовое? Они такими рождаются. Это результат воздействия солнца на перья. Они такими рождаются. Идет пища с высоким содержанием каротиноида. И на самом деле... Нет, они на самом деле не розовые. Нет, они такими рождаются. Так все же знают, какой ответ правильный. Нет, они не розовые на самом деле. Блядь! Нахуй, сука, блядская. Ёбаный малой, ублюдок. Ты не можешь понять, думать, это не для тебя, мара-мара-мара. Давай ты замолчишь. Я объясняю. Их розовая окраска происходит от маленьких красных рачков, в которых содержится кар... Да блядь! Каротиноид. А в зоопарках фламинго также... Сука, я забыл сразу, у меня свет отключили. Я такой думаю, ебать, переехал нормально. Теряют лекальные окраски и оперения, так как и пища добавляют различные содержащие каротин продукты. Тертую морковь, сладкий перец и, главное, мелких ракообразных. Понятно, да? Ты же, блядь, утопию смотрел. Вот, я, я... Вон, когда начал ответ, вопрос, начиня, зачитывать, я такой думаю, так, стоп. Мы что-то по этому поводу смотрели. Я помню, что-то такое было. Но вы думаете, я что, каждый раз, когда смотрю видео Утопии или Топлиса, я все запоминаю? Мы там сколько видосов пересмотрели? Я тогда должен быть уже, я не знаю, вот с таким вот, с такой головой раздутый, типа, блядь, вот такой вот сидеть. Типа, самый умный стример вообще в мире. Я видос посмотрел, через 10 минут забыл уже все. Извините. Был бы, если бы не позвал меня сюда. Извините. А вы меня чего, и ботаном, и били меня? Нет. Вот вы смотрите, где вы, где я теперь? Я здесь первый раз. Я у папы деньги спиздил. Бля, Жужо выигрывает, пиздец. Кто первый стал долларом миллионером в мире? Ротшильд, Мелон, Рокфеллер или Форд? Я не тот ответ нажал, я хотел нажать другой. Бля, боты, сука. Я хотел нажать другой. Ой, Дыня. Короче, это, я просто неправильно писал, типа, там, кто был. Это, это ваш косяк. Сботы, дыни. Найс. Форд, это машина, дебилы, блин. Джон Дэвисон, Рокфеллер, американский предприниматель. Велма, икс, икс. Велма, икс, икс. Спасибо тебе большое за подписку. Первый официальный долларовый миллионер в истории человечества. В 1870 году он основал компанию Стандарт Оил, управлял ею до своего официального выхода на пенсию. Это мутиц, если вы что-то скажете. Где она, блядь? Это первый долларый миллионер. Кто? Я хочу пересесть, она меня обзывает сзади. Оставайся там, где сидишь. Профессор дам, дам. Тихо, все, следующий вопрос. Профессор, профессор. Какого цвета кожа белого? Кана Сонар ее звали, блядь? Какого цвета кожа белого медведя? Белого медведя. Бежевый. Я, блядь, чью кожу его видел? Розового или черного? Ну, наверное, розовое какое-нибудь, обычное. Белое. Он на меня вызывает. Только дебил не ответит. Черного. Блядь. Блядь, самый умный, самый красивый, самый... Сядь, ты заебал. Жожа ответил правильно. А загуглите, как выглядит медведь без шерсти. Ебать. Это че? Ебать. Внимание, напоминаю то, что как бы... Медведь, это че, большая крыса получается, которая просто обросла шерстью? Ебать. Она реально как-то огромная просто крыса, блядь. Хе-хе. Бля. Ты тупой, бля. Ну да, тупой, пиздец, наверное. Так важно по жизни знать, какая же цвета кожа, кожа цвета у белого, блядь, медведя под шерсткой. Ведь если не знать этого, то как-то как жить-то вообще? Все. Тебе в магазине не продадут продукты. Потому что первое, что тебя спрашивают в магазине, перед тем, как отдать тебе еду, какова ваша профессия? И такой, ну, свет кожи медведя. Что, блядь? Ну, стоит наказание и приз. Крутошка от 100. Офигел? А, ну, ты черт. А, получается, Наташа проигрывает? Нет. Ну, борьба у них плотная. У меня 1700 баллов. Ну, ладно, тоже хорошо. Так, следующий вопрос. Седьмой. У Ильи было 20 конфет, а у Усера на 10% меньше. Сколько было конфет у Бустера? Вам надо посчитать. 10, 15, 18 или 19? А, у меня стоит, у меня тут не работает. Блядь. Илья Александрович, Валдеморт, козел бородатый. 18? У меня не работает. Ты уже ответил неправильно. А как? Блядь. Мне нечестно. А. А кто неправильно ответил? А-а-а-а. А кто? Ну, у меня не работают. А, кореш ты? Ладно, не буду, как в прошлый раз. Честно, я парню, чувак, планшет. Следующий раз, какой длинный язык жирафа? Ой, блядь. Чего-чего, какой длинный язык жирафа? Или 10 сантиметров. Да, блядь, я не успевать. Нет, я не успеваю, что ли? Балфы, молодец, блядь. Язык у жирафов черного цвета и длиной почти 50 сантиметров. Он настолько подвижен, что жираф может кончиком языка ковырять в ухе. А еще жирафы дистаные животные, которые не умеют зевать. Можно я скажу, можно я кое-что скажу. Паузу ставь, так тут же на время надо, чтобы как у них было. Еще и, кстати, черный язык. Ух ты, прикольно сказал. Нет, нет, в принципе, мне похуй, какого цвета будет писюн. Главное, чтобы как у жирафа по размеру. А там хоть коричневый, какая разница. Как будто это имеет значение. Девятый вопрос. Какое животное изображено на гербе Челябинска? Блядь, я откуда знаю. Лиса, волк, медведь. Блядь, леса, наверное, я не буду. Но точно не волк, леса пусть будет. Блядь, какой верблюд. Нет, это не рофл. Что? По нашему городу проходила типа это. Полоса, по которой верблюды таскали грузы. Жожа Край. О, кстати, у вас прям очень близко, пердуночек. Не, я вовка, конечно. Так, а проигрывает у нас? Давайте не будем. Вопрос десятый. У кого из животных голубая кровь? Омары, червяки, лошади или голуби. А, червяки. Неправильно, тот дебил. Я дебил. Это очень легко. Я бы выбрал червяки. Гриффиндор, гриффиндор. Что за врач? Первые омары, да ёбаный рот, блядь. Ты? Я омаров не ел никогда. Я не знаю, как они вообще на вкус там вообще. Их же жрут, это типа крабы какие-то, правильно? Ее! Ракообразные пауки, кальмары, осьминоги и некоторые чилистоноги имеют голубую кровь. Голубую окраску крови придает аналог гемоглобина к гемоционии. Кровь без кислорода бесцветная, но при поглощении кислорода становится голубой и может даже слабо цветиться в темноте. А вы тоже терековку? Кстати, уже два вопроса, где все отвечают правильно, что настолько легко шли было. Да, вопрос у хуйня профессор. Сейчас у нас начнется следующий этап игры, где вам нужно выбрать, у вас будет написан какой-то факт, кто-то или иной, или утверждение. Вам нужно ответить, правда это или нет. Правда это или нет. Через реку Амазонку есть только один мост. Трю. Блядь. Сюда. Гриффиндор, Гриффиндор. Амазонка огромная река с одним мостом, еще ебнулись. Там нет мостов. Там банк, где? Это нет, очевидно, блин. Мы там на экскурсии летали, наметнули. Да ладно, это шарик было реально. Да я не был на Амазонке ебучили, кто она там. Единственный мост есть не в самой Амазонке, а в ее крупнейшем притоке. Он построен в Бразилии через Рио Негро. Кого его? И соединяет города Манаус и Киран-Дуба. Его длина чуть более трех километров. Профессор Дамблдор. Короче, мостов нет там. Вчера на тихом часу с Ронном Гермиону распилили. На своих. Альберт Эйнштейн мог бы стать президентом Израиля, оправдывает или нет? Отвечайте. Упался, упался, упался. Пожалуйста, пожалуйста. Упался, упался. Господи, Хогвартс. А Джоже, ты правильно ответил? Да. Моргенштерн? Сука. В 1952 году премьер-министр Израиля Давид Бен Гурион, надеюсь, я правильно произношу, предложил ученому стать президентом республики, отметив, сколь много он... Я не на один вопрос не ответил. Нет, на один я вроде ответил. Нет, на два вопроса ответил. Ответив, что вынужден отклонить его, поскольку не имеет подобного опыта. Особенно опыта работы с людьми. А, это произошло из-за того, что первый... Нахуй вообще включил этот видос, опозорился тоже. Блин, я скиплюсь в компанию Рибок и Адидас основали родные братья. Правда это или нет? Конечно, правда, вы чего? Отвечайте быстро. Наконец-то, блядь! Кстати, такой шок реальный есть, но братьями являются основатели Пумы и Адидас, а не Рибока. Рудольф Дасслер, немецкий предприниматель. Основатель фирмы по производству... То есть они оба конкуренции друг другу. Старший брат, основатель фирмы Адидас, Аддольф Дасслер. Чуть сказал подождите. А тут у нас идет борьба в 100 баллов разница. Вы молодцы, ребята. Следующий вопрос. На испанском языке слово esposas означает наручники и жены. Правда это или нет? Переводится в испанском. Это так очевидно. Вопросы для тупых. Ну так все ответили. В чем прикол так? Это нормально, что у девочек идет борьба за последнююсть? Да, и испанец. Вы не хотите выиграть или что? Вам не жарко? Вам не тоже течет голубая кровь? А мне здесь очень душно. Ну, кореш, выйди нахуй. Ай, вы, я, 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 я. Пятнадцатый вопрос. Когда вы худеете или поправляете, жировые клетки не исчезают, они просто меняют свой размер. Правда это или нет? Блядь. Не, они исчезают. Они исчезают. Это очень простый вопрос. Блядь, я тупой. Нет, это неправда. Классно. Да? Блядь, сори, ребят, но вы на меня посмотрите, я откуда я вам это могу знать. Вот тут уж извините, конечно. Но я не ебу по поводу жира, потому что у меня его никогда не было. Все? По факту, блядь. Из существующих жировых клеток уходит жир и вода. Они сдуваются, но никуда я никогда не исчезаю. Все образованные в результате деления жировые клетки навсегда останутся с вами. Ебать пирожное. Уф, бисквит. Вы не худели. Чел, если ты выигрыш, что ролик подряд. Соло СВ, спасибо тебе большое за перепадку. Опять разыграете, ахуле нет. Как мне интеграции делать? Погнали, next. Принимая горячий ванн, можно же столько же калорий, сколько во время полчасовой прогулки. Правда это или нет? А вы как думаете? Не, не право, не. Пался, пал, пался. Да сука, блядь. Да ёптвою, ну блядь, блядь. Жожа, ты правильно ответил? Сука. Глупизна. Тогда можно весь день сидеть в ванне просто и все ходить. Величие горячие ванны увеличивают сжигание калорий на 80%. За час в горячей ванне каждый из мужчин сожгли по 126 калорий, что примерно равно полчасовой прогулке. Рил. Минус сердце. Я уже поигрывала, та же нет. Дебил старый, блин. Субординацию соблюдайте. Чтобы жечь всего одну калорию. Вам нужно 10 миллионов раз кликнуть мышкой. Правда это? Неправда это, пался. Да блядь. Что за хуйня? В смысле 10 миллионов раз? Давайте проверим. Мне кажется, это пиздёж, я в это не верю. Я считаю, надо проверить. В этом убедиться. Потому что мне кажется, эксайл нас наебал. Сколько там? 10 миллионов, да? Я не считаю. Я надеюсь, кто-нибудь на стриме засёк. Сколько я уже раз кликнул? Бля, по ощущениям, мне кажется, я уже миллион калорий потерял. Серьёзно. Я так уже устал кликать. Я сейчас палец накачаю. Да и руку тоже в целом. Вы можете сами сейчас взять мышку в руки, попробовать тоже просто покликать. Вот как это я делаю. Бля, всё, я не могу уже. Бля, рука отваливается. Фу, я аж запыхался. Вы чё, серьёзно? Одна калория? Не, я в это не поверю. Я в это... Я аж похудел, блядь. Мне вон ещё кости вылезли. Ебать мой хуй. Уже было 4 раза неправда. Сейчас точно будет правда. Слушай. Седой вы ублюдок. А чё за хуйня? Ну какой ты пиздёж? Это нет. Чтобы сжечь весь жир в организме и умереть в муках, вам нужно круглосуточно, без остановок кликать мышью всего 241 день. 18 вопрос, предпоследний. Чарльз Дарвин изобрёл стул на колёсиках. Офисный стул такой, который ездит. Правда это или нет? Да пиздёж. Чарльз Дарвин это который проэволюция. Тогда не было офисов, блин. Пиздёж. Когда мы в мартышке были. Правда, да? Он нас надуваривает. О, блядь. Сейчас решающий раунд. А чё, уже конец? Да, сейчас уже конец. Я в афу, если честно. Последний вопрос. Жужик Рай, либо Пердуныч. Кто выиграет? Короче... Мои животных нет правшей или левшей. Правда это или нет? Я не знаю. Не правда. Я успел, я успел, я успел, я успел, я успел. Я успел, я успел, я успел, я успел, я успел. А второй кто неправильно ответил? Я выиграл! Я неправильно. Выходите по очереди. Третье место занимает Гарри Поттер. Гриффиндор. Второе место занимает Пердуныч. И первое место. Поздравляю. Ты стал победителем данной программы. Мне ваши матери... Мне блага ваши матери... А мне нужны. Бля, я думаю, откуда у него планшет-то появился. Ну, че он, блядь, украл его или, я не знаю, там, ограбил кого-то. А он его выиграл. А че это за планшет вообще? А, еще угроза, кто проебал? Не я, а че вы на меня смотрите? Офигели? Нет, пошел. Он его еще, при том, как я понял, подарил... Плохому парню на день рождения. Айпад? Айпод. Айпад. Ну, а какой айпад-то? Я понимаю, что это айпад, блядь, какой именно? Ура! Макбук! Спасибо за Макбук. А что говорить? Я хочу сказать, что это было довольно просто, потому что у меня в классе дебилы, которые даже головой своей дундуч... У меня 8 тысяч 50! А, так ты топ-5, это Наташа проиграла. Я не проиграла, вы че на меня? Офигеть. Вы че мне особо-то почитаете? А, ты правильно последняя ответила? Я бы накрасилась. А, ну... Пиздец ты, Наташа! Нормальный трек, кстати, вот он исполнил сейчас нормально. Чего ему мешать такие же треки делать, сори, конечно, без обид. Вот, но просто как бы, ну, реально... Ну, по факту же. Какое у нас наказание было? Нормально же исполнил, ну, рили. Нееет. Для пацанов я придумал жесткое наказание, которое будет в следующий раз в этой рубрике, а для девочек послабее. Смотри, наказание такое. Нужен будет поставить баннер моего канала на неделю. Да хоть на месяц. Ебать, оделывался. О, ближай! Где я вот так стою? Тример Человека-паука. Спасибо вам за игру, было очень круто. Вы, конечно, волшебниками никто не станет, ну, кроме Гарри. Иди сюда. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно ставьте лайк. Всем удачи и всем пока. Муча, грясы, зафигистьюнь, и что пора высотушить. Это фейк, ебаный. Я не верю. Все видео фейк. Все эти вопросы, ответы, все это фейк. Он там просто ударил, типа, ваааа. А добавили рыготину. Я не поверю. Не, фейкебаны. Это фейкебаны. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам.